приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня хотим познакомить вас с рецептом прекрасных чебуреков реально очень вкусных ну наверное все любят чебуреки и у всех находясь там в каких-нибудь общественных местах например на вокзале возникает непреодолимое желание их попробовать но потом мы вспоминаем анекдот купить от чебуреков и собери кошку и это желание оставляем но всяком случае со мной так происходит первый раз я стал фанатом чебуреков восемь шестом году когда в украине произошла чернобыльская катастрофа меня спасая от катастрофы отвезли к родственникам в москву на год жить и вот на тихорецком бульваре там где находилась моя школа и там где жил рядышком была чебуречная в которой я уже не помню малый был но парень такой кавказец жарил чебуреки какие это были чебуреки друзья сочные пупырчатые но настолько вкусные настолько классные у меня этот вкус остался вот навсегда наверное я вот до сих пор с москвой у меня ассоциируется на не очень хорошая ассоциация но первое что я вспоминаю это чебуреки чебуречные на тихорецком бульваре поэтому сегодня попробуем воспроизвести этот рецепт ну как попробуем вернее мы поделимся с вами этим рецептом а потому что мы его с ларисой уже воспроизвели и так для фарша мы взяли 50 на 50 свинину и говядину вообще точные ингредиенты и скрупулезно составленный текстовый рецепт вы найдете в описании видео также мы взяли немножко зелени кинзы 1 луковица соль и молотый черный перец и водичка для теста нам понадобится естественно мука без муки мы тестош не сделаем вода соль сахар растительное масло и уксус да да водку использовать не будем но вот я не знаю очень много рецептов с водкой но что-то мне кажется что это не настоящие не оригинальные чебуреки это какая-то интерпретация чебуречная итак друзья приступим в первую очередь приготовим фарш лучок подготовим для того чтобы его можно было пропустить через мясорубку чтобы он помещался просто в отверстие мясорубки это принципе можно мелко порезать ну чё там не лень мясо пропускаем на среднюю решетку в данном случае использую решетку 5 миллиметров ты хочешь мясо перекрутили фаршик отправляем сюда приготовленные специи водичку нашу зелень прекрасную бы зелени я не знаю я думаю что лариса мало зелени порезала я в чебуреки быть больше зелени добавил хорошенько все вымешиваем вкусненько пахнет фарш с кинзой это вообще лучок мне в глаза ай да лучок хорошенько вымесили пищевой пленкой и отправляем холодильник минут на 40 чтобы специи раскрылись чтобы фарш настоялся натянулся что-то с пленкой неправильно сделал надо было вначале накрыть ну ладно вот таким вот образом идет холодильник а теперь примемся за тесто с тестом конечно же занимается лариса для меня тесто пока еще не пройденный этап ну скажем так не совсем темный лес добавляем сахар и соль в воду хорошенько размешиваем просеиваем сюда же муку или используем заранее просеянную муку начинаем размешивать вначале размешиваем ложечкой в результате у нас должно получиться достаточно крутое но при этом эластичное тесто добавляем уксус и растительное масло лариса оливковое масло добавляет я вижу вкуснее вкуснее вот мне кажется на кавказе чебуреки не с оливковым маслом точно готовят и начинаем вымешивать вручную вымешивать тесто надо достаточно долго минут десять для корректировки у нас осталось немножко муки если вдруг тесто получится же так жидковатое то можно добавить немножко муки но мы вам покажем лариса сейчас будет его вымешивать и покажем какой результат мы должны получить тщательно вымешанное тесто вот смотрите такое оно должно быть плотненькой консистенции сворачиваем в наш любимый колобок заворачиваем стрейч и отправляем тоже на полчаса в холодильник после этого друзья приступим к самому интересному к самому классному к самой классной части процесса а именно формированию и жарке наших чебуреков посыпаем досточку мукой и раскатываем как лариса сказала колбасу какая-то у лариса колбаса странная отличная колбаса колбаса довольно таки длинная я сразу разделю пополам чтобы легче работать режем колбасу на порционные кусочки это не маленькие конечно чебуреки должны быть большие скатываем каждый отрезанный кусочек маленький колобок теперь разминаем наш колобочек в лепешечку и раскатываем до нужных размеров в это время я подготовил сковородку взял старую сковородку потому что новую жалко налил в нее где-то на полтора пальца масло и разогреваю это масло то есть оно должно быть такое хорошо хорошо разогретое если в него брызнуть водичкой эта водичка должна отскакивать от поверхности то есть такое раскаленное масло скажем так чем чебуреки имеют еще такую особенность их нельзя там налепить 20-30 штук чтобы они потому что фарш достаточно мокрый и пока вы будете лепить их много они могут раскиснуть поэтому лучше делать небольшими порциями 4-5 штук или жарить в две руки жарить две руки а кто тогда будет снимать если вторые руки будут жарить не ну не все готовят и снимают у нас так не получится у кого-то может и получится вот эту вот лепешечку раскатываем толщиной где-то один миллиметр очень тоненькую теперь тоже достаточно тонким слоем выкладываем на нее фаршик за счет того что мы добавили фарш немножко водички фарш такой достаточно жиденький это нам даст сочность чебурека стараемся слепить ну максимально ровный не получится ну хотя бы близко к какой-то форме вот так вот защипываем руками в начале теперь берем тарелочку с ровным краем и вот таким вот образом подрезаем кромочку во первых у нас получается ровненький чебурек а во вторых края получается очень хорошо зажатый и стопроцентная гарантия того что никакой фарш у нас в процессе жарки никуда не денется давайте еще один приготовим и будем жарить раскатываем лепешечку на раскатанную лепешечку тонким слоем выкладываем фарш самые вкусные чебуреки в мире залепливаем лепешечку а сзади уже возмущенно шкварчит сковородка с перегретым маслом и обрезаем тарелочкой эта процедура в принципе не обязательная но я же говорю так гарантированно что тесто хорошо слепится и ничего процессе жарки никуда не вылезет но можно залепить и руками конечно профессионалы делают это руками кстати переходим к жарке вооружившись кисточкой сметаем с чебурека лишнюю муку чтобы она не горела у нас на сковородке и отправляем его в раскаленное масло я кстати включу секундомер чтобы сказать сколько жарить чебурек с каждой стороны 50 секунд жарился чебурек с одной стороны переворачиваем его на другую сторону видите какая красота получается а пахнет реально на кухне сейчас запах такой хорошей классной чебуречной с другой стороны я думаю он будет жариться меньше сейчас у меня таймер включен сразу же посмотрим если у вас позволяет посуда то можно конечно жарить по несколько штук а если есть большая фритюрница считайте что вам повезло и чебуреки можете есть но просто чуть ли не через день и так 50 секунд и с другой стороны отправляем следующий опять-таки обтрушиваем от муки да кстати готовые чебуреки лучше выложить на тарелку застеленную бумажным полотенцем для того чтобы она впитала лишний жир точно такую же процедуру проводим и со вторым чебуреком через 50 секунд точно такое же время он жарился переворачиваем на другую сторону видели как спузырилось тесто просто настоящий классический чебурек обжариваем со второй стороны также 50 секунд выкладываем на полотенце дадим им остыть до какой-то приемлемой температуры потому что сразу они очень горячие а начинка там просто кипит и будем дегустировать друзья наши вкуснячие чебуреки готовы в первую очередь хочу показать какие они внутри ой посмотрите они они реально сочнейшие тесто нежное и вот такое вот она как слоеная получилось но просто супер на мой взгляд там сок сейчас чтоб не вылить друзья давайте попробуем берем вот так вот и наслаждаемся лариса готовить самые вкусные чебуреки в моей жизни друзья мы с удовольствием делимся с вами этим потрясающим рецептом они просто тают во рту настолько нежное тесто видите она будет расслаивается все никакой водки там не надо но мне кажется в настоящий чебуреки все-таки водку никак не добавляет великолепно просто велисимо друзья с удовольствием представляем вам наш рецепт чебуреков готовьте я думаю ну украсит ваш стол на ужин примеру сейчас бы еще рюмочку водочки но я думаю сейчас я так и сделаю возьму рюмочку хорошей водочки и мы с ларисой поужинаем чебуреками чего чего и вам желаю дорогие друзья нет никаких никакой опасности покупать на вокзале а можно просто приготовить дома вкусно полакомиться получить удовольствие по крайней мере поэтому я слюной захлебываюсь если честно простите друзья итак чебуреки если есть какие то вопросы как обычно задаем комментарии в комментариях подписываемся на канал ставим лайки если видео понравилось а мы с ларисой готовим для вас новые интересные рецепты всего доброго пока